В Шушинской художественной галерее представлена выставка «Карабах. Жемчужина азербайджанской культуры». Глава государства и первая леди Мегрибана Лива ознакомились с выставкой. Как центр искусства и культуры Азербайджана, Карабах имеет древнюю историю. В разграбленных период оккупации музеях хранились ценные образцы азербайджанской истории и культуры, всемирно известные азербайджанские ковры и памятные экспонаты, выдающихся личностей Азербайджана, другие ценные предметы. Уничтоженные эти сокровища являлись образцами не только азербайджанской, но и мировой культуры. Представленные на выставке картины и скульптуры ведут посетителей в радостный и одновременно грустный, реальный и фантастический, открытый и таинственный, разноцветный и монохромный мир. На экспонируемых здесь полотнах основной источник вдохновения – Карабах, исторический край Азербайджана, своеобразной атмосферой многие годы, оказывавшей большое влияние на мировоззрение художников, скульпторов различных поколений и направлений. На организованной фондом Гейдара Алиева выставке представлены полотна выдающихся азербайджанских художников Здесь также широко экспонируются работы, посвященные Карабаху, победе в Отечественной войне, представлены ковры Мугам. На выставке, где демонстрируется более 60 работ, также представлены полотна народных художников Алтая Гаджиева, Мячли Си-Юз, Цятара Бахлузады, Юхары Дашалты, заслуженного художника Инны Костиной, Карабах Нзянгин Ли, произведения Лилы Алиевой, Хары Бюльбюль, Фаика Гаджиева, Карабах Аты, Орхана Набизады, Карабах Гёзяли и другие. В галерее ковроткачества, восстановленной и отремонтированной в шуше фондом Гейдара Алиева, открылась выставка «Снова в родном краю жемчужины искусства Карабаха». Президент Ильхам Алиев и первая леди Мегрибан Алиева приняли участие в выставке. На выставке, организованной фондом Гейдара Алиева и презентованной Национальным музеем ковра Азербайджана, представлены ворсовые и безворсовые ковры, ковровые изделия, национальная вышивка и комплекты одежды, металлические художественные образцы. Здесь также демонстрируются образцы ковров из коллекции Национального музея истории Азербайджана. Следует отметить, что большинство вновь демонстрируемых в родном городе экспонатов во время Первой Карабахской войны было эвакуировано из шушенского филиала Азербайджанского национального музея ковра. Здесь можно увидеть образцы присущих разным регионам карабахских ковров, которые веками высоко ценились и входят в число редких жемчужин зарубежных музеев и частных коллекций. Есть ковры со штамповым узором, отражающим образ жизни населения, занимающегося животноводством, а также олицетворяющие городскую культуру. Ковры с растительными орнаментами и сюжетами, сотканными в профессиональных мастерских Верни, Зили, Чаляби, Лемпе, Малыбейли, Касумшагы, Аян Межлиси и другие. Один из экспонатов, представляющий особый интерес своими большими размерами, совершенной композиционной структурой и яркими цветами – ковер Лемпе. Таким образом, выставка снова в родном краю жемчужины искусства Карабаха создает возможность ощутить дух древней земли, жизнь и деятельность веками живших и творивших здесь людей, эстетическое удовольствие, художественное мировоззрение творческих личностей, совершить путешествия в те далекие исторические времена. В рамках Дней поэзии Вагифа, организованных фондом Гейдара Алиева, открылась и выставка «Память. История. Фотография». Фотовыставка воплощает в себе древнюю историю, богатую культуру, красивую природу и традиции Азербайджана. Армения в период оккупации азербайджанских территорий осуществила акты вандализма против нашего культурного наследия и историко-архитектурных образцов, уничтожив исторические культурные объекты, религиозные центры. Враг до основания разрушил ряд районов и городов. Посетителям представлены фотографии, отражающие совершенные армянами зверства и разрушения в освобожденных от оккупации районах и городах. Также демонстрируются и фотографии, запечатлевшие совершенные Армении преступления против мирного населения во время Отечественной войны. Продолжение следует...